Дипломы об окончании вузов в регионе этим летом получают 10,5 тысяч студентов-очников. По прогнозам, у 80% из них не возникнет проблем с занятостью. Около 15% продолжат обучение. Некоторые отправятся в армию. Определили и те, кто рискует нетрудоустроиться. Таких в области 115 человек, или чуть больше 1% от общего числа. Сложности с поиском работы возникли и у 317 выпускников средних специальных учебных заведений. Министерство образования области и Совет ректоров сейчас оказывают содействие всем, попавшим в группу риска. Так, временные рабочие места своим выпускникам предоставляют сами образовательные организации. Студенты, теперь уже и выпускники, работают в лаборатории, в библиотечных отделах, ремонтируют общежития, многоустраивают территорию. Во всех вузах открыты горячие линии для консультации, постоянно идет размещение вакансий. Дмитрий Азаров поручил ускорить формирование межвузовского кадрового центра. На необходимость создания в регионе структуры, способной эффективно помогать выпускникам в трудоустройстве, глава региона указывал еще в своем послании. Очень правильно, это решение совместное наше с вами, которое было принято еще в начале года. Сама жизнь показывает актуальность создания такого центра. Коллеги, нам в ближайшие дни просто предстоит завершить всю работу по формированию нормативного документа, принять это решение, немедленно приступить к исполнению. У каждого вуза это есть центры, надо их объединить усилия. В технических вузах плохой контакт с работодателем, то есть с заводами. Надо с ними наладить связь, надо с ними установить контакты, чтобы один и тот же выпускник ходил туда и на практику. Потом он закончился, туда же пришел работать, его будут знать, и он адаптирован будет к той будущей среде. Когда он объединил, интегрирует усилия всех вузов, вот установит эти принципиальные связи. Участники встречи отметили, что за последние несколько лет правительством региона была проделана серьезная работа по укреплению рынка труда и созданию новых рабочих мест. На конец прошлого года в центре занятости население состояло 14 600 человек, а вакансий было в два раза больше. Сейчас ситуация обратная. На учете в службе занятости 57,5 тысяч жителей, предлагаемых вакансий 28 тысяч. Безработица в регионе ниже, чем в среднем по округу. Но, как отметил губернатор, это не дает право к обмину пассивно наблюдать за развитием ситуации. Он подчеркнул, сейчас, когда ограничения смягчены для предприятий торговли, общепита и туризма, необходимо поддерживать с ними постоянный контакт, оперативно реагировать на сообщения о наборе персонала. Глава муниципалитетов Дмитрий Азаров поручил активнее предоставлять жителям временную работу. 100 человек в Тольятти подкрепил, с похвестного 50. Молодцы, для небольшого города очень хороший результат. Остальные-то что сидят, я не пойму. Что, работы нет у вас по благоустройству? Мне приехать пальцем показать вам, что такая низкая активность муниципальных образований, глав муниципальных образований, коллеги, меня не устраивает. Это общая наша задача. Трудоустроить людей, дать возможность им честно зарабатывать деньги и обеспечивать свою семью. Более 400 жителей временно трудоустроены в учреждениях Минздрава и Минсоцдемографии. Свыше 6 тысяч рабочих мест при поддержке государства готовы создать 150 предприятий области. Обсудили на совещании поддержку малого и среднего бизнеса. По информации Минэкономразвития, число предприятий с апреля по середину июня не только не снизилось, но даже выросло. Сейчас это около 135 700 организаций. 7 тысяч человек оформили самозанятость. Предприятия малого бизнеса наиболее пострадавших отраслей получили 2 миллиарда рублей в виде субсидий. Это позволило сохранить десятки тысяч рабочих мест. Примерно на такую же сумму были одобрены льготные кредиты с нулевой ставкой. Воспользовались предложением свыше 1200 организаций. Георгий Федоров, Александр Каракулько, Новости губернии.